Украинский план «Б» по Донбассу легко станет планом «Ж». Статья на Пик-Информ за 18 ноября 2019 года. Украина сегодня рассуждает, чем поедет Зеленский на нормандскую встречу, что оттуда привезет и как будут обстоять дела дальше. Глава украинского МИД даже придумал некий план «Б», а украинский президент – формулу Зеленского. С горем пополам украинская сторона выполнила минимум, который должен предварять встречу в нормандском формате на высшем уровне. Но и тут украинская сторона не смогла не опозориться, по-детски взяв на понт российского президента Путина. После развода сил в двух точках срочно позвонили Макрону и спросили, не против ли французский президент встретиться 9 декабря в нормандском формате. Получив положительный ответ, позвонили канцлеру ФРГ Меркель с тем же вопросом. И получили сходный ответ. После этого они запустили в сети свершившийся факт договоренности о встрече 9 декабря. Только Путина забыли спросить. А ведь самый ожидаемый на встрече именно Путин. И если он откажется, то Зеленский может смело обсуждать с Макроном украинские банды, наводнившие Францию, а с Меркель размер финансовой поддержки в Украине от Германии. Детство играет в одном месте у всей украинской власти. И называется это инфантильность. Но встреча все равно состоится. Может не 9-го. Но скорее всего в этом году, если укра-воины не выкинут чего-то из ряда вон выходящего. И Зеленскому надо быть готовым к серьезному разговору со взрослыми, а не с инфантильными и отсталыми жителями сельской местности Западной Украины. То, что он наврал обычному украинцу в предвыборной программе, то обычное для Украины дело, и лично меня даже не удивило нисколько. Но врать и кривляться перед тремя взрослыми, которые решают твою судьбу, не лучший выход. Зеленский надеется выйти из Минска с поднятой головой, а не с порванным задом. Для этого придумывается некая формула Зеленского, в которой указан Крым и то, что первым делом якобы должны сделать республики Донбасса разоружаться, вместо рубля ввести гривну, отдать границу и так далее. А уж потом, мол, Украина посмотрит, что можно сделать. Но эта риторика хороша для 8% украинских избирателей, которых откровенно боится Зеленский. На взрослых это не подействует. Уверен, если Зеленский начнет ставить такие условия, то у него не останется гарантов, у России не станет большей части санкций, а республики Донбасса будут в полном праве начать наступление, не освобождая заявленную территорию. Глава украинского МИД Пристайка предлагает план «Б» – операция по поддержанию мира, то есть просто перестать обстреливать Донбасс, перезагрузить ВСУ как армию и, воспользовавшись тишиной, выровнять украинскую экономику. Откровенные чудеса рассказал Пристайка. С двух точек не могли месяц вывести войска, а таких точек очень много. И если быть честным, то обстрелы все равно продолжаются. А он собрался полностью их прекратить. Как? Каким образом он собирается поддерживать мир? Ему придется разоружить и посадить кучу нацистов из различных организаций. А кто их разоружать и сажать будет? Другие нацисты из Азовой нацгвардии? А может полк МВД Днепр, сформированный из карателей одноименного батальона? Такой план «Б» очень быстро превратится в план «Ж». Зеленский был бы рад заморозке конфликта по типу Приднестровья, но чудес не бывает. И причина тому писана в предыдущем абзайте. На самом деле никого не интересует обычный украинец. Всем на него наплевать. На войне зарабатываются миллиарды долларов. Кто отдаст такое прибыльное дело? За него будут бороться всеми силами. Чтобы заработать еще 100 миллионов, потратить 5 из них на батальон нацистов, который пойдет в бой даже против киевской милиции. Это пара пустяков. Просто так выйти из Минских с гордо поднятой головой можно. Но тогда надо забыть про политическую и экономическую помощь со стороны Запада. Кроме прочего, Запад к своему удовольствию начнет снимать санкции с Россией и строить совместный бизнес. И тут не ровен час Крым признают русским, дабы совсем подружиться. В стремительно нищающей Украине, в которой за ЖКХ надо будет почку продать, да и то на год хватит. На Украине, которая сама не в состоянии вырастить картошку для внутреннего потребителя. На Украине, по которой гуляют средневековые эпидемии банды воинов света. На этой Украине с постоянными бунтами населения и кровавыми их подавлением не останется почти никого. И тогда мы, находящиеся в свободном Донбассе, одесситы, львовяне, киевляне, харьковчане, николаевцы, все равно вернемся на свою землю, подавив остатки сопротивления. Так что, скорее всего, придется выполнять Минские соглашения, ибо альтернативы им нет. Как Зеленский эту перемогу будет рассказывать на Украине, мне безразлично. Понимать он должен одно, шаг влево, шаг вправо, и придется кричать, не Путин, веди войска, а Пасечник и Пушилин, веди войска. А может и крикнуть не успеет. Но в любом случае на Украину не зайдут вежливые зеленые человечки. Зайдем мы, совершенно невежливые к врагу, и немного снисходительные к мирным. Те, кто начинали с Бэтменом, Мозговым, Безлером, Фомой. Зайдут самые мирные люди, солдаты, уставшие от войны. Не знаю, как там Бабченко на Абрамсе, но уверен, когда первый танк с флагом Новороссии появится в Киеве, его закидают таким количеством цветов, какого давно не видал никто по счастливому случаю. В открывшийся люк вылезет улыбающийся Днепропетровец, а может дончанин, харьковчанин, и ближайший киевлянин скажет, ну шо, барышня, водички нальешь? Сергей Лебедев, ник Лохматый. Специально для Пикинформ. Украинский план Б по Донбассу легко станет планом Ж.